Для чего нужна и какие функции выполняет селезенка? Почему орган может болеть? И какие симптомы указывают на проблемы именно в селезенке? Смотрите видео до конца и узнаете ответы на эти вопросы. Приветствуем всех подписчиков нашего канала. А новичкам хотим напомнить, не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Селезенка представляет собой не парный орган, о котором не принято много говорить, но при этом патологические процессы не обходят селезенку стороной, а она при этом выполняет ряд базовых, необходимых для нормальной жизнедеятельности функций. Очень важно понимать, что может стать причиной заболевания селезенки и какими симптомами сопровождается нарушение. Почему за здоровьем селезенки нужно тщательно следить? Это не парный орган, состоящий из двух видов ткани – красной пульпы, составленной из эритроцитов, и белой пульпы, представленной лимфоидной тканью. Именно в белой пульпе происходит массовая выработка и формирование здоровых клеток иммунитета – лимфоцитов. В тканях селезенки происходит еще один важный процесс – определение чужеродных антигенов и образование соответствующих антител. Специалисты установили, что основная нагрузка на селезенку происходит в утреннее время. В связи с этим, если в период с 8 до 11 утра у человека присутствует сильная слабость, отсутствует аппетит, отмечается сонливость и есть желание употреблять сладкое, следует задуматься о посещении терапевта, который направит на основании исследований к узкопрофильному специалисту – онкологу, гематологу, инфекционисту или травматологу. Как и в структурах печени, в селезенке отсутствуют рецепторы, отвечающие за боль. Поэтому при увеличении органа или же развитии в нем патологических процессов, долгое время боль будет отсутствовать. Дискомфорт может быть отмечен в процессе растяжения защитной капсулы, покрывающей орган. Селезенка – один из главенствующих органов иммунной системы. Именно в селезенке происходит первичное распознавание опасных бактерий и вирусов и развитие соответствующего ответа. В селезенке клетки иммунной системы формируются таким образом, чтобы распознавать опасность, проникшую в организм. Это не единственная функция селезенки. Орган обладает способностью обнаруживать дефектные клетки и перерабатывать их. В этом органе эритроциты и тромбоциты, отслужившие свой положенный срок, перерабатываются на полезные вещества, и в кровь поступает новая порция красных кровяных телец, снабженных уже железом, которое сохранил орган от предшественников. Ведь селезенка еще и депо железосодержащего белка. Мягкий пористый орган, о котором не принято много говорить, является своеобразным резервуаром для самой ценной жидкости – крови. Лейкоциты, красные кровяные тельца и тромбоциты содержатся в резервуаре. При возникшей необходимости, например, сильная травма с обширным кровотечением, селезенка активизируется и выбрасывает в системный кровоток все накопленные форменные элементы. Но такой сценарий возможен только при адекватной работе органа. Если же селезенка повреждена, она не способна нормально выполнять ряд функций. Какие заболевания могут поражать селезенку и симптомы их проявления? К большому сожалению, заболеваний, способных поражать этот орган, предостаточно. Условно их подразделяют на три группы – опухолевые, неопухолевые и спленомигалия. Особенно широк спектр заболеваний среди неопухолевых. Это могут быть травмы, различные паразитарные заболевания, кистозные новообразования, нарушение кровотока в органе и инфаркт селезенки. Не стоит недооценивать опасность патологий, поражающих селезенку. При глобальном течении заболеваний и развитии осложнений возможен даже летальный исход. Так, при автомобильных авариях, сопровождающихся тяжелыми травмами, разрыв селезенки приводит к массовой резкой кровопотере. В связи с этим специалисты проводят максимальное исследование пострадавших, так как открывшееся внутреннее кровотечение тяжело заметить на первых этапах. При нарушениях в работе селезенки у человека в первую очередь резко снижается резистентность организма. Иммунная система работает со сбоями, что приводит к постоянным инфекционным заболеваниям и рецидивам имеющихся нарушений. Основной симптом нарушений в работе органа – сильная боль. Болевой синдром может характеризоваться резкими приступами или быть постоянным. Человек ощущает боль опоясывающего характера, отдающую в область лопатки, поясницы или левого плеча. При попытках глубоко вдохнуть, болезненные ощущения могут усиливаться. На фоне болевых ощущений в области селезенки могут отмечаться повышение температуры тела, приступы тошноты. В некоторых случаях больного прошибает холодный пот. Можно ли прожить без селезенки? При угрожающих жизнесостояниях, например, надрыв селезенки, специалисты настоятельно рекомендуют проводить хирургическое вмешательство с целью удаления органа. При опухолевых процессах или диагностированных тромбозах печеночных или селезеночных вен принимают решение о резекции селезенки. Во время операции селезенку не замещают, и жить без этого органа можно. Более того, если удаление проводилось в молодом возрасте у женщины, она сможет в дальнейшем выносить ребенка. Дело в том, что человеческий организм феноменален во всех пониманиях. При удалении селезенки часть функций на себя берет печень. В связи с этим важно следить, чтобы печень не перегружалась. Важно соблюдать рацион, употреблять только здоровые продукты, полностью отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Иммунной системе следует на фоне удаления органа оказывать максимально повышенное внимание, в том числе и не забывать о плановых вакцинациях. Существует ли группа риска? К сожалению, есть группа людей, у которых проблемы с селезенкой являются врожденными. В группу риска входят люди, страдающие от цирроза печени, а также злоупотребляющие алкогольными напитками. В зоне риска по повреждению печени люди, занимающиеся травмоопасными видами спорта и страдающие от цирроза печени. Какие существуют методы лечения селезенки? Лечение диагностированных проблем в селезенке может быть консервативным, с применением только медикаментозных препаратов и хирургическим. Комплексное лечение назначается пациентам со злокачественными опухолями в области селезенки. Помимо хирургической операции проводится лучевая или химиотерапия. Пациенту обязательно показана диета с высоким содержанием белка. При диагностированных абсцессах в органе показана антибиотикотерапия. Специалист изначально проводит сбор анализов для выявления типа возбудителя инфекции и на основании полученных данных назначает терапию. При паразитарной инвазии назначаются комплексные противопаразитарные средства. Как сохранить здоровье селезенки в домашних условиях. Помочь кровотворному органу могут целебные отвары и настои. Некоторые виды лекарственных растений обладают свойством снимать воспаление и устранять сильную боль. Как правило, народные методы лечения не должны быть основными, а лишь в качестве части комплексного лечения. Полезными при заболеваниях печени являются полынь. Сухая полынь в виде настоя отлично справляется с воспалительными процессами. Для приготовления настоя потребуется 1 чайная ложка сухой травы полыни и 200 мл кипятка. Дают настояться с надобью не менее 20 минут, укутав емкость теплым полотенцем. К полученному настою добавляют 1 стакан теплой воды и процеживают. Для улучшения вкусовых качеств можно добавить небольшое количество меда. Лечебный состав принимают 3 раза в день по 1 стакану. Ягоды и листья земляники. Кроме неповторимого вкуса, ягоды и части куста содержат огромное количество полезных веществ, благотворно влияющих на стабилизацию работы организма. При болях в области селезенки можно использовать землянику. В термосе запаривают столовую ложку ягод и сухих листьев растения, заливая сухие ингредиенты кипяченой водой. Дают настояться порядка 2 часов и употребляют 3 раза в день. Цикорий. Настоящий заменитель кофе может быть не только вкусным, но и полезным. Для приготовления целебного средства для улучшения работы селезенки нужно подготовить сухие корни растения. Для приготовления отвара берут 1 столовую ложку измельченных корней цикория и заливают стаканом горячей воды. На водяной бане смесь нагревают на протяжении 10 минут. Затем отвар снимают и дают настояться 30 минут. Принимать процеженный отвар нужно 3 раза в день по 3 глотка на протяжении 1 недели. Капустный и гранатовый сок. Сок и свежий капусты и гранат, не только оказывает противовоспалительное действие, но и позволяет усилить работу многих органов для ускорения процессов регенерации в клетках селезенки. Для этого из капусты и граната делают сок. Можно разбавить его водой в пропорции 1 к 1 и принимать 3 раза в день в течение 1-2 недели за 30 минут до еды. Для поддержания здоровья селезенки нужно внимательно относиться к своему питанию. Диета подразумевает полное исключение из рациона алкоголя. Специалисты отмечают, что резкое прекращение поступления пищи в организм на фоне строгих диет также может негативно сказаться на здоровье органа. Рекомендуется включить в свой рацион говяжью печень, ягоды рябины, нежирные сорта рыбы, свеклу, морковь и грецкие орехи. Нужно понимать, что проблемы в работе селезенки неизменно сказываются на общем состоянии и функционирования организма в целом. При нарушениях в селезенке страдает в первую очередь иммунная система. Берегите себя!